Плоды и листья аронии, так еще называется черноплодная рябина, активно используются в фармацевтической промышленности и косметологии. В этом видео мы расскажем, в чем секрет популярности этой ягоды и как ее применять, чтобы укрепить здоровье. Высокоценный продукт питания. Диетологи советуют включать ягоды в рацион для улучшения обменных процессов, повышения жизненного тонуса организма. И вот почему. Ягоды аронии относятся к категории низкокалорийных продуктов. Даже в специализированной литературе не указывают процентное содержание жиров. Это источник целого списка ценных витаминов, а также микроэлементов. Черноплодная рябина богата пектинами, они ускоряют вывод из организма продуктов метаболизма и токсинов. Ягоды обладают заживляющим действием, предотвращают развитие воспалений, снижают риск возникновения осложнений после хирургических вмешательств в введение обезболивающих препаратов. В ряде случаев рябину врачи рекомендуют употреблять в предоперационной и послеоперационной периоды. Находка для гипертоников Естественное сочетание витаминов и микроэлементов в черноплодной рябине врачи называют уникальной. Вот какие действия она оказывает. Укрепляет, делает более эластичными стенки кровеносных сосудов, содействует насыщению крови кислородом, способствует избавлению от депрессивных состояний. Черноплодную рябину активно применяют для лечения и профилактики гипертонии. В ней содержатся антоцианы – антиоксиданты, которые способствуют снижению артериального давления. Также они защищают организм от влияния ультрафиолетовых лучей и радиации. Ягоды способны замедлять развитие ишемии сердца на начальных стадиях за счет уникального сочетания антиоксидантов. Данный продукт содержит комплекс полифенолов, которые необходимы для нейтрализации свободных радикалов. Механизмы шемической болезни сердца связывают с повреждающим действием радикалов на мышечную ткань сердца. При снижении в организме количества свободных радикалов снижается и риск возникновения ишемии. Таким свойством обладают даже побеги и листья кустарника. Как восстановить иммунитет в сложных условиях? Черноплодная рябина быстро восстанавливает естественный баланс жизненно необходимых элементов, когда нет тяжелых поражений иммунитета. Продукт укрепляет защитные механизмы за счет высокого содержания в нем витамина С и комплекса антиоксидантов, куда входят флавоноиды и фенольные кислоты. Последние особенно важны для профилактики вирусных инфекций, инфекционно-воспалительных и онкологических патологий. Восстановление иммунитета после сеансов химиотерапии – одна из сложнейших проблем современной медицины. Комбинация антиоксидантов, витаминов, микроэлементов в ягодах помогает эффективно решать данную задачу. На начальных этапах развития онкологических заболеваний регулярное употребление плодов в пищу подавляет размножение раковых клеток. В США, ряде стран Европы препараты из экстракта сока рябины входят в перечень медикаментов, рекомендованных на государственном уровне для профилактики рака молочных желез у женщин. Успешная борьба с сахарным диабетом Вы можете снизить риск возникновения сахарного диабета, потребляя ягоду, столь богатую антиоксидантами. А все потому, что недостаток этих веществ в организме является одним из факторов риска в развитии данного заболевания. Объясним роль рябины в борьбе с сахарным диабетом. Еще в 80-х годах прошлого было доказано, что антиоксиданты благотворно влияют на борьбу с заболеванием. Эти вещества оказывают протективное действие по отношению к бета-клеткам поджелудочной железы, которые вырабатывают гормон инсулин, необходимый для утилизации глюкозы. Плоды аронии богаты сорбитом, безопасным для здоровья сладким спиртом. Он является заменителем сахара и жизненно необходимым для диабетиков средствам. Вот на что влияет натуральный сорбит. Замедляет развитие сахарного диабета второго типа. Улучшает функционирование печени, почек, желчного пузыря. Стимулирует работу выделительной системы. Практически все применяемые для лечения диабета медикаменты отрицательно влияют на функционирование состояния внутренних органов. Сорбит помогает в борьбе со сниженным иммунитетом, так как он способствует задержке витаминов группы В в организме человека. Здоровая кожа, свежесть и естественная красота. Врачи-дерматологи по достоинству оценили регенерационные, антибактериальные, противовоспалительные свойства компонентов черноплодной рябины. Наружные средства из аронии повсеместно используют для лечения химических, термических ожогов, экзем, дерматитов, лишаев. Оздоровительные косметологические процедуры, где применяют соки, вытяжки из плодов, листьев, кустарника, творят настоящие чудеса. Кожа за несколько сеансов может заметно помолодеть без лифтинга, хирургического вмешательства, ультразвукового массажа. На что способны 100 грамм свежих ягод в повседневном рационе? Избавляют от угревой сыпи, отеков под глазами. Делают кожу лица более гладкой, бархатистой, упругой. Замедляют старение кожного покрова. Из-за высокого содержания антиоксидантов плоды рябины повышают способность тканей к регенерации, поэтому их можно считать источником молодости и красоты. Помимо этого, данная способность антиоксидантов помогает в борьбе с такими заболеваниями, при которых повреждается эпителий, будь то ожоги или язвы. Одна из разновидностей антиоксидантов, входящих в состав ягод, снижает содержание плохого холестерина в вашем организме, известного как липопротеиды низкой плотности. При попадании в организм полифенолов они стимулируют выработку липопротеидов высокой плотности, которые сами по себе снижают уровень липопротеидов низкой плотности в крови. Универсальное средство на каждый день? Подагра, ревматизм, гастрит, панкреатит, мигрень, бессонница – малая часть внушительного списка заболеваний и синдромов, при которых применяется арония как вспомогательное средство. Однако есть перечень противопоказаний. Черноплодную рябину нельзя использовать в составе лечебных оздоровительных средств, при низком артериальном давлении, повышенном риске образования тромбов. Если диагностированы хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, камни в почках, желчном пузыре. Во время беременности, если та сопровождается повышением кислотности, появлением язвы желудка. Аллергическая реакция на продукт – одно из основных препятствий к применению ягод. Чтобы исключить риски для здоровья, надо начинать оздоровительные, профилактические меры с медицинской консультацией у врача и соблюдать меру в употреблении. В ряде случаев сушеные плоды могут оказаться полезнее свежих. Количество глюкозы, фруктозы, сорбита, как подтверждают научные исследования, в сушеных в три раза больше, чем в свежих. Наиболее эффективные отвары против перхоти, шелушения кожи получаются из сушеной рябины. Для создания высококачественных скрабов применяют именно такое сырье. Напомним еще, что сезон сбора черноплодной рябины – это август-сентябрь. Будьте здоровы! Не применяйте никаких рекомендаций без консультации с врачом. Делитесь своим опытом в комментариях, подписывайтесь на Здоровье-Сберегающий канал и жмите на колокольчик уведомлений, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мы ценим ваше мнение! Субтитры создавал DimaTorzok